Девушки отдыхают 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 Всяко бывает, совсем недавно, не важно кто, не важно из какого театра, актер один, Женька, всяко бывает, не могу остановиться, выпил чуть-чуть, вот как-то помоги, вот так спокойно, врачи, знакомые, все есть, вот так, понятно, естественно, стоят деньги какие-то, звоню ему, деньги есть, есть, все нормально, врача туда посылают, нормальная вещь, иногда звоню там врача, вот, например, не может, нет машины, я иду за ним, отвожу, это нормальная вещь, потом доброта не всегда повернется. Зло вернется сразу обязательно, моментально, зло сделаешь, сейчас я посмотрю, сверху тебя накрою, делаешь добро, на 100%, вернется процентов 20-15, уже здорово, уже стоит жить, все, можно ничего говорить не будет. Я хочу, конечно, большое удовольствие слушать вас, я так понимаю, что вы и актер, и вы и преподаватель, вы чуть-чуть расскажите о театре, и чтобы продолжить вот такое красивое дни о своих студентах. Я люблю театр безумно свой, я работаю в театре уже 33 года, страшно сказать, Исаак Романович, я знаю, поскольку учился у него, получается 37 лет, я знаю Исаак Романовича. Это цифра какая-то запредельная. У меня было очень много возможностей, не буду говорить в какие театры, не буду говорить, была возможность уйти в другие театры, и в Питере, и в Москве. Была такая возможность. Отказался. Одному режиссеру в Москве сделал наглое заявление, я сказал, что я живу в центре города, в Питере. У меня большая квартира, у меня действительно большая квартира. Я сказал, если вы даете такую квартиру в центре Москвы, едут вам сразу. Шерри Круг, что, обалдели? Ну, как-то вот не знаю, у меня, когда была передача Крус и Кисты, когда была замечательная программа Шерри Круг, там еще были многие передачи, которые только начинали, я тоже видел там. Мне было предложение остаться в Москве на первом канале, меня приглашали тогда. Я только отказался. Правильно сделал, не знаю. Думаю, что правильно. Думаю, что правильно, поскольку мозги на пошлости у меня не заточены, а сейчас это, так скажем, не модно. Быть, так скажем, секонд-хендом, как я, у меня дочка, у меня старшим, называют папа, ты эксклюзивный секонд-хенд. Да, вот я не хочу быть, наверное, потому что для кого-то кажется это плохо, спокойно разговаривает. Мне почему безумно, я не хочу обидеть ни в коем случае никакое телевидение. Вы с какого канала были секреты? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, слава богу, ребят. Нет, дело не в этом, потому что по этому каналу там замечательный ведущий, есть три человека, ведущих, там пытаются что-то такого шутить с утра. И так, ребят, конечно, быстренько пьем чай, просто отдыхаем, все великолепно, настроение потрясающее. Мне так не хватает одного человечка в бабочке, в котором питерцы, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мне так не хватает взгляда разговоров со мной. Получается, говорят или с детьми, или со старушками, не хочу никого обидеть. А наше поколение, лет 30-60, почему-то его вычеркнули. С нами никто не хочет поговорить, но осталась одна передача, это, наверное, так, это поздно, когда ведет, это интервью ведет, мне безумно интересно слушать его. Слушать не как отвечают, а смотреть на него, как он ведет. Он потрясающе ведет, он умеет слушать и слушать, это потрясающе. Это не показывает себя, какой я умный. Ну, я задан вопрос, весь такой сейчас интерес подковыречкой, и как ты на него ответишь, посмотрите, а, 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 не ответил, ну, я такая умница, или какой я умник. А он нет, он пытается вскрыть человека. Ну, передача еще осталась, к сожалению, я не хочу никому, почему, Господи, обидеть, ну, Жванецкий я еще слушаю, и надо передачу. Просто, скажем, разом, мне как-то все поменьше, интересно становится, ну, может быть, человек пишет, может, какая-то пауза нужна, а неизвестно там. Ну, все приятно, все, ну, а так передачи нет, фильмов нет. Смотрите, пух-пух-пух-пух, мне однажды пришел сниматься в одну передачу, мне говорит, сейчас придет звезда сериала. Заходит девушка и говорит, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, я говорю, это что? Я говорю, да, сериал, мамочка, такого, такого ты, я такой, даже не знаю сериала, я не смотрю телевизор, Господи, Боже мой, девушка, дай Бог вам здоровья, на самом деле, я всегда люблю за людей радоваться, получаю деньги, хорошо, востребованно, хорошо. Почему, вот тоже я болтаюсь, почему актеры иногда так, все мы сейчас говорим, актеры пьют, почему, никто не знает, знаете, почему? Про одни быстрые вылезти. Умница от пустоты, от пустоты, когда нет ничего, ничего не происходит, почему, безумно, спасибо, у Сашки, я могу сказать, слава Богу, я не пью, а я бы с ним, почему я не пью, я попил, все это было, ерунда, у меня дочка маленькая, 7 лет, я хочу ей выдать замуж, а потом отдохну. Я сказал, пока ее замуж не буду, я отдыхать не буду. Могу стоять, такой-нибудь, что такое угнетенный было, Саша Семенов приходит, Женя, а чего, а давай, а давай. Да, конечно. Я говорю, давай, что, Господи, Боро-то мой, потому, тем более, говорю, мы пытаемся сделать, чтобы ты был по-доброму, все по-доброму, все, замечательно, придут люди, я думаю, придут замечательно, зрители, очень много моих знакомых, очень много из Москвы приедут специально, созваниваются, Женька, Женька, где купить билеты, вот через интернет, покупают, приедут еще много друзей, именно хороших друзей, которые любят Санкт-Петербург, очень много питерских людей приедут, которые работали здесь, уехали в Москву, и актеров, и режиссеров, и бизнесменов, так что вот так. А студенты у меня, я преподаю в университете профсоюзов, у Забесоцкого, вот, я очень люблю своих студентов, объясняю, почему, у меня процент, я сейчас похвастаюсь, сделаю это с удовольствием, объясняю, почему, у меня два курса выпустилось, выпустилось 38 человек, ну, за два курса, 38 человек, считаю, из них 20 человек работают в театрах Санкт-Петербурга и Москвы, Таганка, Упокровских ворот, Москве, МХАТ, Питер, театр комедий, Ленсовета, директор в театре ВУФ, в театре Суббота, в театре, я, господи, поэтому я уже не помню, в наших питерских театрах, я безумно рад, такого процента нет даже на Маховой, я хвастаюсь, я хвастаюсь не собой, а своими ребятами, что они молодцы, они хотели, они хотели, потому что все время правильно говорится, и у Станиславского, ты имеешь 2% таланта, 98% трудоспособность, все, трудоспособность, удача обязательно, удача нужна тоже, удача тоже нужна, тоже великолепно сказал, не помню кто, кто-то сказал, что часто желают здоровья, здоровья желать не надо, а богатство и здоровье, говорят, все, кто был на Титанике, они были безумно здоровые и богатые, не хватило одной вещи, удачи, понимаете, там были безумно богатые люди, там же был безумно богатый рейс, там билеты стоили безумных денег, не хватило удачи, так что, конечно, актерская удача должна быть обязательно, но все же знают, мало кто, молодежь не знает об этом, что вот как появился замечательный Янковский на телевидении, вы знаете, да, сидели, режиссер сидел, пил пиво, заходит Янковский, это был в Калининграде, по-моему, говорит, вот такой парень, он говорит, вот был бы у меня, играл бы это самое, взяли, подозвали, ты кто? Говорит, я вот этот самый, как называется, на самом курсе учусь, театрального института, упс, сказали, и пошел он играть, после «Чит и мечет», фильм «Чит и мечет», его первый фильм, все, что произошло? Звезды так сошлись, так сошлись звезды, это же очень здорово, то же самое, как Леонов поступал в театральный институт, он поступал третий, четвертый раз, подходит, заходит мастер, мастер заходит другого мастера, спрашивает у тебя, сигареты есть? Знаете, ситуация, поступает, он подходит, сигареты есть? Он говорит, да, берет сигареты, а кто это такой? Говорит, можешь брать это пузыря? Только, слушай, нет, взял, и все. А если бы не зашел? Все, конечно, его величество, случай, сдача, все это бывает, конечно. Вот, да, хорошо, тогда закончилось. А, побольше бы всем нам таких неожиданностей, шикарных, добрых. Так хорошо. Ну что, есть вопрос какой-то? Пожалуйста. Что я вот так с окону болтал? Я болту, по-моему, да? Я болту, я такой болтун, я как попугай. Апугай-то будет? Ага! Вака! Вака! Вака будет! Нашли его! Живой! Нашли его, нашли! Мумий, настоящий Вака, все вернулись, пить из него. Ну могу сказать честно, вот так. Посадили на зарплату, репетируют уже, сухие, проживенные, не хочет работать, отвыкать от света. А сколько Ваке лет? 75 лет. 75 лет, 76, что-то такое. Нет, на самом деле, это, 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 это будет байки. Поступайте кое-что, попугая, живу 300 лет, нет. Ворон живет лет 120, может 130, может попугая, максимум лет 80, максимум. Так что Вака, старый, попер. Вака вспомнил, Женю. Ну вспомнил, да, но все равно, с ним сейчас очень тяжело. И надо просто замереть, и все. Ноль. Ваконька, Ваконька, ну Ваконька, а-та-та-та-та-та. Хочу полный. Все, ничего, не хочу, отстанет. И тогда, с того, и все, начинаю что-то делать, что-то. Да, нормально. Ваконька, интересно будет программа, что ведь мы не сможем ничего переделать. Это живая миссия. Это же не телевизионная программа. Да, это не телевизионная, где мы можем сказать, стоп, попугая перешнимаем. Да, телевизионная, сначала, снимается отдельно попугай, снимается. Где-то полчаса, там, а-та-та-та-та-та, потом он, конечно, по-всякому клеит. А тут будет живое тело. Что будет 28-го, я не знаю. Будет по-доброму, я думаю. Будет весело. Я думаю, что будет весело. Ну, не знаю, улетит, так улетит. Я себе, он, может, улетает. Он, может, улетает, но он, когда обижается, он улетает почему-то. Непонятно. Ну, недалеко, конечно. Может, в зал не полетит, ноги или Саша. Верем, как только верем. Спасибо. Да нет, ну, в общем, как-то хорошо. Просто я думаю, что будет все очень под руками. Просто уверен даже. И мне очень понравилось. А лицедеи тоже, лицедеи будут старики. Старики лицедеи. Это тоже мне очень важно. Для меня это очень важно. Не потому, что я против молодежи. Нет. Я, наверное, в чем-то, может, консерватор, может быть. Но, к сожалению, вот юмор меня не очень... Я его понимаю, наверное. Не очень понимаю. Почему? Мне нравится, что даже молодежь все-таки безумно смотрит наши старые комедии. С большим удовольствием смотрят наши старые комедии, на которых мы все воспитывались. Вот. Мне кажется, это много значительно. И с идеей будет этот самый... Ленька Рейкин. Я позвонил ему, Господи. Я Леню тоже знаю, где Лёва нет. Ленька, я у тебя. Все. Нет, очень важно. Соловьев будет, это самое... К Творцову будет обязательно. Аня Лаврова будет? Неизвестно. Они будут в Москве, если успевают, они приедут. Обязательно приедут. Нет, это... Понимаете, вот все вот старики, которые здесь вот написаны, это все отношения у меня и творческие, и личные, очень сильные, очень крепкие. Мы ходим, всеми дружим друг к другу, приезжаем на дачи. Дома, это отдельная тема немножко. Ну, здесь все очень добрые люди. Это очень важно. Все дети. И Ань, когда... Это... Ань, это самое, Лебединое озеро. Говорит, Женечка, Лебединое, больше всего, старый номер. Я говорю, давай. Не старый номер, давай. Давай с удовольствием. Послушаю, с удовольствием. Посмотри, с удовольствием. Все посмотрим. Потому что многие просто забыли. Многие просто забыли. Какое я получил недавно удовольствие. Я в СТД в Москве главного читал. Есенин. Ребята, я понимаю, что я просто старик. Все, как он читал. Мамочка моя. А всех молодых актеров взять за шквар и будут туда притащить. Слушайте, учитесь. Хотя уже тяжело там. Он подсматривал. Ну, я понимаю. Ну, ребят, ну... Отдыхай меня. Отдыхай. Ну, ладно, сейчас отлёкся. Это я всё про доброту. Всё про доброту, про доброту. Дорогие коллеги, ещё раз нам спасибо, что пришли в нашу... Спасибо, что пришли, господа. Здесь вопросы тоже. А можно ещё один вопрос? Давайте, конечно. А предлагали ли вам, ну, какие-то программы вести на телевидении в нашем время, хотелось бы, чтобы были хорошие передачи и, может быть, люди с большим удовольствием смотрели вас? Отказывался. Объясняю причину. Тупые предложения, да? Да. Тупые. Я считаю, тупые предложения были. Сели, давай, это самое... Одно предложение не буду, говорит, с какого канала, говорит, не буду. Женечка, давай, нормальная передача, там, кто-то в любое время, давай, в 6-7 вечера, давай, там, делай, что-то самое. Женечка, поскольку, знаете, у меня, билеты, есть много знакомых, богатых. Уже, ну, там, если финансовую ещё, там, ну, чуть-чуть, ну, вообще здорово будет. Или просто предлагают какую-то глупость какую-то. Чаще всего я не хочу никого обидеть, господа, я хочу вернуться к своей мысли. У кого нет прошлого, там нет будущего. Присылают девочек, 17-летних. Я не против тебя, солнца, я обожаю всех, но у нас летняя девочка, она ничего не знает. Она знает, безрукого знает, безногого, там, кого там, ну, всех ребят этих знает, больше ничего такого она не знает. У меня студенты, студенты, когда я говорю, что замечательный есть актёр, называют фамилии, Папанов, там, ещё. А кто это? У меня шок. У меня шок. Если, девочки, идёте работать в искусство, в телевидении, в театр, надо знать всё. Надо... С чего всё началось? Телевидение, пятый канал. С чего началось пятый канал? Где, где, где эти режиссёры? Что их? Я так жду передачу какую-нибудь, на том же, извините, пятом канале, который я, можете передать, очень-очень не люблю. Он, потому что меня раздражает. Он стал, как все. Он был играл в своё лицо. Не может быть, не очень хорошее. Не очень камуфлированное. Может, где-то были недостатки, где-то в этом лице, где-то прыщичек было, ещё что-то было, но было своё лицо. Сейчас включаешь Питер, опа, опа, Питер. Какие-то люди другие, чуть-чуть. Чуть-чуть другой разговор. Чуть-чуть другой. Чуть-чуть другой. Сейчас нет, одинаковый. Баб, баб, баб. Сейчас делают на сотом канале, не знаю, хорошо или плохо, сделали лифт-78, да, сделали что-то такое там. Не знаю, хорошо или плохо, ну, скопировали, я считаю. Ну, может быть, хорошо это. Но сейчас пока, может быть, я одна надежда на Серёжку Боярского. Может, действительно, появится настоящий питерский канал, Санкт-Петербургский. Я очень хочу, чтобы хоть раз кто-нибудь в новости, или в самом начале, всё равно с утра, кто-нибудь вёл в бабочки. Я так хочу это увидеть, чтобы всех сказал, доброе утро, дорогие Санкт-Петербуржцы. Я так хочу это услышать. Я просто мечтаю об этом. Наверное, это мечта идиота. Ну, канал хороший. Канал хороший. Не потому, что нас поддерживают, хотя это тоже. Ну, всё, спасибо. Вот и всё. Всё, господа, есть вопросы? Или чай попьём, всё? Чай? Чай? Пьём чай. Всё, всем спасибо. 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 Спасибо.